Петербург Мы немножко начали с опозданием, я бы даже сказал с задержкой небольшой, но настолько честно было мне интересно пройтись по всем стендам, всем экспозициям сегодняшнего форума. Невозможно было следовать, как строго положено, графику, и я думаю, что всем было очень интересно действительно начать сегодняшний день работы форума тоже с общения на стендах и представления новых продуктов, которых никто еще не видел. Принципиально новый водородомобиль, который отличается от классических водородомобилей тем, что здесь используется водород в жидком связанном виде. То есть главное отличие это ее безопасность. Нам удалось создать, по сути дела, химический реактор, который мы установили на базе обычного стандартного автомобиля. По сути дела мы сделали водородную розетку, которая работает в режиме подзаряда аккумуляторной батареи. Я думаю, что будет изюминка из следующего экономического форума. Возможно, к этому времени уже будет представлен макет и новый архитектурный облик второго этапа развития аэропорта Пулково, который, безусловно, будет патентовать на один из крупнейших авиафабов Северной Европы. К 35-му году его поток будет достигать примерно соответствующей цифры около 30-35 миллионов пассажиров. Могу сказать, что на своем опыте российские аэропорты и авиакомпании, они сейчас находятся на той стадии, что еще очень много решений, которые их нужно было внедрять раньше и которые не были внедрены. Сейчас, конечно, многие, повторюсь, уже просто вынуждены это делать, потому что необходимо сокращать свои расходы и делать процессы более прозрачными и прямыми. В 2022, в 2023, в 2024 годах планируем полным образом преобразовать нашу транспортную систему для того, чтобы соответствовать ожиданиям наших петербуржцев и многочисленных туристов. И Санкт-Петербург по качеству транспортной среды вышел, как и Москва, сегодня европейские и мировые лидеры. Санкт-Петербург по качеству транспортной среды. Их просто ажиотаж. Это видно просто по лицам, это видно по интенсивности контактов, это видно по количеству посетителей. Вот этот год, который у нас там прошел в карантине, он очень серьезно подкосил в целом коллективный иммунитет. То есть и дети, и взрослые болеют, и другими болезнями гораздо серьезнее и чаще, чем было до этого. То же касается сферы делового общения. То есть нужно поддерживать коллективный иммунитет, нужно общение. И я уверен, что это сказывается не только на деловом климате, но и на психическом здоровье, на моральном климате общества очень сильно.